Здравствуйте, друзья! Сегодня никакого интро-видеоролика не будет, скорее всего. Сегодня у нас будет новое обновление во втором по идее, которое я вчера снять не мог, потому что стрим меня полностью вымотал почему-то второму по идее. И я отложил этот видеоролик на сегодня. Итак, сегодня у нас будет, как вы видите, новый характер-пак под названием Sungrass. Я сначала не понял ни его имя, ни его перкдек, но потом я посмотрел спотлайт, и я понял то, что это самый офигенный персонаж. Которого могли добавить. Точнее, нет. Мне нравится не сам персонаж. Мне нравится его перкдек. Он просто охренителен. Давайте начнем обзор данного персонажа. Начнем мы с того, что заменим масочку на его оригинальную для начала. Тут мы видим его маску. Она, кстати, реально неплохо выглядит. Вот серьезно. У этого характер-пака она действительно неплохая. Теперь давайте посмотрим на лицо Sungrass. Для этого мне понадобится самая обычная тиара. Ну или хотя бы вот такая маска General Overkill. Он оказывается усатый. Нет, все-таки. Давайте наденем сейчас тиару. Посмотрим на него. Вот она. Вот такой у нас с вами Sungrass. Ему 33 года. Кстати, самое интересное то, что он может бегать в различных рубашках. Давайте, например, я вам это продемонстрирую. Вот его рубашка. Вот другая. Так. Еще одна. Три-четыре рубашки у него. Даже больше, наверное. Вот. Как видите, рубашки он действительно меняет. Хотя даже еще больше у него их на самом деле. Присутствуют татуировки, понятное дело. И перчатки без пальцев. Кстати, второй персонаж, по-моему, который из этой перчатки без пальцев. Первый это Сидни. Если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим на пиркдек с Sungrass. Он называется Боевик. Первая способность это Дымовая Завеса. В инвентаре вместо метательного оружия будет доступна Дымовая Шашка. Во время действия этой Дымовой Шашки, пока мы находимся именно в ней, она длится 8 секунд. И мы будем получать бонус на додж в размере 50%. Любой враг, попавший в Дымовую Завесу, будет промахиваться на 50% чаще. После того, как эта Дымовая Шашка рассеется, она будет перезаряжаться ровно 30 секунд. Каждое одно убийство будет уменьшать кулдаун на 1 секунду. Обалденный перкдек. Вы получаете дополнительный додж. То есть вы можете, например, в Дымовой Завесе хилить тиммейтов спокойно. То есть садиться в нее. И она как раз идет 8 секунд. И если я не ошибаюсь, то поднятие тиммейта идет 6 секунд. То есть моментально можно кинуть. Получаем додж. Ну и там в связочке со Сансонгом это действительно неплохо работает. Второе, что мы получаем в перкдеке с Сангресса, это момент удачи. Когда игрок получает ранение, прибавка к его шансу вернуться будет увеличена на 20%. Эффект срабатывает... А, стоп. Эффект сбросится в случае удачного уворота. И он получит время восстановления 4 секунды. Мы получаем ранение, получаем бонус к доджу. Додж сейчас работает ужасно. Именно поэтому перкдек-боевик будет идеален вам для доджа. Также мы получаем еще шанс увернуться на 10%. Броня ловкача, это удачный уворот восстановит вашу броню. Как только я вчера смотрел спотлайт, я не мог поверить своим глазам. Это действительно так. Если у вас сработает уворот, у вас полностью восстановится вся броня. И невидимая тень. Все бонусы от вашего набора перков будут увеличены на 100%, пока вы стоите в дымовой завесе. Если кто-то из ваших напарников стоит в дыму, они получат 10% шанс увернуться от выстрела. Самый настоящий доджер, который работает за счет дымовой гранаты. Обалденный персонаж, обалденный перкдек. Давайте посмотрим на историю Сангресса, пожалуй. Сангресс относится к типу опасных людей. Большую часть своей жизни он работал в качестве громилы на наркокартель, который находится в Монтерей, Мексико. В один день он решил покончить с прошлым и пересек границу США в поисках больших денег. Гейдж познакомился с бандой Payday. Его навыки обращения с оружием говорят за себя, ведь он вооружен револьверами и острым, как бритва, Мачете. Давайте посмотрим на его оружие. Вот, стоп, это не она, погодите. А где же Мачете Сангресса? Я, наверное, что-то упустил. Вот она. Кажется, это она. Она называется Палач. Да, это Мачете. Ну, ну да. Действительно неплохая такая штука. Этот Палач. Если это, конечно, реально... Ну, она единственная не имеет вот такой красивой картиночки здесь. Так что, скорее всего, это она и есть. Палач. 450 урона у него, как мы видим. Ну, это неплохо на самом деле. Так. Ну, что у нас еще есть? Давайте посмотрим на его револьверы. Это будет основное оружие, насколько я знаю. Так, давайте разблокируем целый слот. Берем парные. И вот они, парные револьверы Костиго-44. Что мы можем на них установить? Давайте сначала на них посмотрим. Ну да, обычные парные револьверы. Ствол Диабло мы можем получить. Конечно же, бонус какой-нибудь поставить. Пока я не буду ничего ставить. И рукоять Карнивал. И рукоять Круз. Они обе снижают стабильность на 8. Ой, погодите. Повышают? А почему написано? Ага. Окей. Я вас понял. И я не знаю, есть ли у него еще дополнительное оружие, такое же Магнум. Не волнуйтесь, мы прямо сейчас даже их проверим. Так. Давайте. Да, есть действительно. Револьвер Костиго-одиночный есть. То же самое, я так понимаю, мы можем с ним сделать. Кстати, как он выглядит. Давайте посмотрим. Ну, так же, да? Да, самый обычный револьвер. Пойдемте с этими револьверами сейчас. Прогуляемся. Так как у меня нету его перк-дека, придется идти с перком Шпион. Подробнее, наверное, на моих стримах по второму пейдею мы сможем ознакомиться с Сангрессом. Как в режиме Крайм Спри, так и просто побегать за него. А сейчас давайте я создам прямо при вас контрактик. Беру самый обычный. Это у нас будет Бёрфов Скай, как обычно. Давайте возьмем сложность. Очень сложную, к примеру. Лобби мы закроем. Нам необходим только начальный самолет. Я хочу в нем испытать данные револьверы. Ну и потестить немножечко его мачете. Я считаю, что это будет действительно неплохая идея. Сангресс теперь... Я постоянно говорю Сангресс. Его перк-дек идеально подходит под додж. Идеально. Дымовая завеса это, в принципе, неплохая идея. Потому что я не пользуюсь метательным оружием вообще в пейдей. Практически не пользуюсь, реально. То есть, если взять тот билд, который у меня сейчас был. И который был на стриме по режиму Crime Spree. Приплюсовать к этому еще и дымовую завесу Сангресса. Ну и, соответственно, его пирк-дек, понятное дело. Это будет самый настоящий просто монстр доджа. Давайте сейчас наденем масочку. Заодно, кстати, послушаем, как он разговаривает. Так. Сейчас масочку наденем. Погнали. Почти ничего не было слышно. Ну-ка. Ладно, погнали. Давайте револьвер испытаем. Крит. Я думаю, проще было бы стрелять от бедра, да, за него. У него, кстати, перчатки реально неплохие. Мне нравятся они. Ну, неплохо. Давайте теперь парные возьмем. Посмотрим, что они из себя представляют. Просто проверим это все дело на урон. Полетели. А, мы стреляем из них одновременно. Поняли, в чем дело? Мы стреляем из них полностью одновременно. Перезарядка у них, кстати, немного долгая. Я согласен. Но я думаю, знаете что? Для додж-билда нормально будет использовать данные револьверы. И даже на самом деле криты-то прокают с него неплохие, я вам скажу. Менты, я думаю, реально отлетать будут хорошо. Давайте бульдозера проверим. Стекло раскалывается почти что. За пол обоймы. Этот умирает практически за одну. Надо тренироваться играть с этими револьверами, потому что выстрел происходит синхронно. То есть у нас, по сути, шесть выстрелов будет. Ну, шесть кликов ЛКМа, точнее, будет производиться. И поэтому надо всегда будет следить за обоймой. Раз. Но есть... И за тем, чтобы враги действительно погибли после наших выстрелов. Единственное, что хочется заметить, это то, что... Эти два пистолета использовать я бы не рекомендовал. Потому что, как вы видите, не такую большую толпу мы можем уработать. Конечно, если взять с собой какого-нибудь ганслингера, да? Чтобы перезарядка пистолетов быстрее была, скорострельность. Хотя, не знаю, скорострельность, я думаю, не нужна будет. То, в принципе, с Сангрессом будет легко бегать через его пистолет, извиняюсь. Я постоянно все перевожу на персонажа. Давайте послушаем, что ли, как он на ментов еще орет. Ой, стой. Он по-испански орет. Ну, по-мексикански, как там? Мексика, это же Испания, вроде. Или это Мексика? А, у них, по-моему, язык только испанский, вроде бы. Ну, я понял. Ну, да. В принципе, он реально неплохой. Неплохой такой карректор пак, я вам скажу. Его револьверы, это тоже неплохая идея, по сути. Не-не, нормального, нормального персонажа добавили. Самое главное то, что это, черт возьми, бесплатный персонаж для второго по идее. То есть, оверкил, я не знаю, настолько щедрыми решили стать, что дарит нам такого обалденного чувака, и при том, бесплатно. Ну, теперь, как вы понимаете, все будут качать пиркдек-боевик. Ради того, чтобы поиграть за этого сутина сына просто. Так что, такие дела. Ну что, я думаю, на этом можно смотр закончить. И можно спокойно умереть. Да, можно спокойно сейчас за Сангресса умереть. В любом случае, буду пробовать качать пиркдек Сангресса. И посмотрим, что он будет из себя представлять потом. С вами был Спектр. Спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. И всем пока. Играйте побольше в Payday.